ТОЙОТА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ Эта передача одна из жизненно важных систем автомобиля, определяющих его работоспособность. В этом фильме вы получите основные сведения о силовой передаче. Пособие по техническому обслуживанию фирмы Тойота. Основные сведения. Содержание. Устройство силовой передачи. Карданный вал. Дифференциал. Оси и приводной вал. В силовую передачу входят сцепление, которое связывает или отключает двигатель от приводных колес. Коробка передач, которая изменяет величину крутящего момента и скорость вращения. Карданный вал, связывающий коробку передач с дифференциалом. Дифференциал, изменяющий направление передаваемой мощности и крутящий момент. И оси или приводные валы, которые передают крутящий момент колесам. Все упомянутые элементы образуют силовую передачу. Конструкция силовой передачи варьируется в зависимости от схемы привода автомобиля. В автомобиле типа FR, передний-задний, ведущими являются задние колеса, а двигатель расположен впереди автомобиля. Мощность двигателя к задним колесам передается карданным валом. При переднем расположении двигателя вес автомобиля хорошо сбалансирован, хотя внутреннее пространство несколько ограничено. Напротив, в автомобиле типа FF, передний-задний, ведущими являются передние колеса. Раз двигатель находится рядом с ведущими колесами, укорачивается путь передачи мощности. В этом случае силовая передача относительно компактна. Уменьшается вес автомобиля, увеличивается внутреннее пространство. В автомобиле с приводом на четыре колеса все колеса, и передние, и задние, являются ведущими. Раз мощность двигателя передается на все колеса, автомобиль с приводом на четыре колеса обладает прекрасными ходовыми качествами в тяжелых условиях, на заснеженной дороге и на бездорожье. Автомобили с приводом на четыре колеса бывают двух типов. С постоянным приводом, когда все колеса постоянно являются ведущими, и с непостоянным. Когда обычно автомобиль работает в режиме двухколесного привода, но при необходимости возможно переключение на режим четырехколесного привода. В настоящее время к автомобилям типа FF относится большинство легковых автомобилей. Но суть силовой передачи можно легче понять на примере автомобиля типа FR. В нашем фильме мы рассмотрим силовую передачу на примере типичного FR-автомобиля модели Hi-Lux, особенно ту ее часть, к которой относятся к карданной и приводной валы. Сведения о карданном вале Карданный вал передает мощность двигателя от коробки передач к дифференциалу. Мощность должна передаваться плавно, без колебаний и нерегулярностей скорости вращения. Карданный вал конструируется так, чтобы отвечать этим требованиям. Если бы карданный вал просто передавал мощность, он мог бы иметь прямолинейную форму. В действительности он непрямолинейный, поскольку коробка передач и дифференциал расположены на разной высоте. Кроме того, угол между карданным валом и дифференциалом постоянно изменяется в соответствии с состоянием дорожного покрытия. Для согласования этих вертикальных и боковых перемещений, конструкция карданного вала позволяет изменять его длину за счет скользящего соединения и угла его сочленения в шарнирах. Конструкция карданного вала Карданные валы бывают двух типов. Двухшарнирные и трехшарнирные. Трехшарнирный вал представляет собой два вала, соединенных шарниром, с целью увеличения жесткости и уменьшения вибрации при вращении с высокой скоростью. Середина карданного вала опирается на центральный подшипник, который установлен на валу через резиновую втулку, чтобы вибрация вала не передавалась на корпус автомобиля. Положения коробки передач и дифференциала изменяются в зависимости от дорожных условий. Это различие поглощается скользящим соединением. Скользящее соединение располагается со стороны коробки передач. Вы видите, как втулка скользит вдоль оси, чтобы согласовать длину карданного вала с изменением расстояния между коробкой передач и дифференциалом. Универсальный шарнир поглощает изменение угла карданного вала в его сочленениях, обеспечивая плавность вращения вала и передачи мощности. По этой причине конструкция универсального шарнира обеспечивает его плавный поворот в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Хотя существуют разные конструкции универсального шарнира, с карданным валом чаще всего используется шарнир Гука. Конструкция шарнира Гука. Шарнир Гука обеспечивает плавное, с постоянной скоростью вращения скользящего соединения на стороне ведущего вала и карданного вала на стороне ведомого вала. Однако плавное вращение возможно только если ведущий вал образует одну линию с ведомым. Когда по условиям вождения между ними образуется угол, вращение становится неравномерным, как показано. Дело в том, что изменение радиусов вращения по обеим сторонам шарнира Гука ведет к неравномерности угловой скорости ведомого вала. Чем больше угол между ведущим и ведомым валами, тем больше изменение угловой скорости. Чтобы минимизировать эту нерегулярность вращения, шарниры Гука на карданном валу находятся со стороны коробки передач и со стороны дифференциала. Таким образом поглощается неравномерность вращения. Шарнир Гука позволяет сделать параллельными оси на входе в дифференциал и выходе из коробки передач. И в результате можно избежать колебаний в скорости вращения и крутящем моменте. При сборке необходимо принимать меры предосторожности, чтобы устанавливать шарнир Гука правильно. Неправильность установки, как видите, приводит к нерегулярностям вращения карданного вала. В последнее время все больше автомобилей оснащаются карданными валами с гибкими шарнирами, чтобы уменьшить вибрации и шум. Такой карданный вал позволяет передавать усилия по прямой. Гибкие резиновые шарниры используются вместо универсальных из-за их способности к поглощению вибраций и толчков. Обслуживание Вспомним ключевые моменты обслуживания карданного вала. При обычном осмотре следует проверять отсутствие люфтов в каждом шарнире карданного вала. Поворачайте и подвигайте карданный вал вручную, проверяя люфты в универсальных шарнирах и центральном подшипнике. Перед съемкой карданного вала поставьте метки на каждом универсальном шарнире, чтобы обеспечить их правильную установку. Сведения о дифференциале Посредством карданного вала мощность двигателя передается на дифференциал. Дифференциал передает мощность на задние колеса. В автомобиле типа FR дифференциал выполняет три функции. Редуцирование для увеличения крутящего момента двигателя. Перенаправление, изменение направления передачи мощности. Функция дифференцирования, согласование скоростей вращения правого и левого приводных колес. Дифференциал является одним из ключевых компонентов, определяющих ходовые свойства автомобиля. Подробно рассмотрим все эти три функции, обращаясь при этом к конструкции дифференциала. Редуцирующая функция дифференциала. Дифференциал автомобиля FR в основном состоит из ведомой шестерни полуосевых шестерен. Сателлитных шестерен. И ведущие шестерни. Ведущие и ведомые шестерни называются конечными шестернями, или главной передачей. Они осуществляют окончательное понижение скорости вращения и повышение крутящего момента. За счет разного количества зубьев конечных шестерен уменьшаются обороты в минуту при увеличении крутящего момента, что обеспечивает максимум усилий, передаваемого на задние колеса. Передаточные отношения конечных шестерен можно рассчитать по приведенным выражениям. Например, если ведущая шестерня имеет 10 зубов, а ведомые 41, то главное передаточное отношение составит 4,1. Это значит, что ведущие колеса делают один оборот, когда карданный вал делает 4,1 оборота. На высокой скорости дифференциал работает лучше при меньшем передаточном отношении главной передачи, а движущие силы возрастают при большем передаточном отношении. Обычно передаточное отношение главной передачи находится в пределах от 3 до 4,5 для легковых и от 5 до 7 для грузовых автомобилей. Перенаправление. Функция дифференциала. Кроме снижения скорости вращения, конечные шестерны изменяют направление передачи крутящего момента. В автомобилях типа FR, карданный и приводной валы вращаются в разных направлениях. Направление вращения изменяют конечные шестерни. Поскольку на конечные шестерни действует очень высокая нагрузка, в них используется особая зубчатая передача, называемая гипоидной. Гипоидная передача значительно отличается по форме от обычной, как это видно здесь. Она способна, не создавая шума, эффективно передавать усилия, поскольку между зубьями в зацеплении развивается крайне высокое давление на обширной площади. Обычная смазка для шестерен не может применяться в гипоидной передаче ввиду ее уникальной формы. Поэтому обязательно используйте специальное масло для гипоидной передачи. В таком масле содержится особая добавка, обеспечивающая возникновение высокопрочной масляной пленки в условиях большого давления и при низком коэффициенте трения. Функция собственно дифференциала. Последняя функция, функция собственно дифференциала. С его помощью поглощается разница скоростей вращения правого и левого ведущих колес. Если автомобиль движется прямолинейно по ровной дороге, все четыре колеса вращаются с одной и той же скоростью. Когда автомобиль описывает кривую или проезжая через углубление, скорости вращения правого и левого колес различаются, потому что они проходят различные расстояния. Если бы колеса вращались с одинаковой скоростью, то было бы невозможным плавное прохождение поворота, и шины подвергались бы неравномерному износу. Итак, правому и левому колесу приходится вращаться с разными скоростями. Шестерни дифференциала обеспечивают вращение правого и левого колес с различными скоростями. Как же это происходит? В дифференциале имеются две полуосевые шестерни и две сателлитных шестерни в зацеплении с полуосевыми. Когда автомобиль движется прямо, правое и левое колеса испытывают одинаковое сопротивление. Сателлитные шестерни не могут вращаться независимо друг от друга, поэтому полуосевые шестерни вращаются с одинаковой скоростью. Если одно из колес испытывает некоторое дополнительное сопротивление, его ось начинает вращаться чуть медленнее, чем перед этим. Вращение сателлитных шестерен становится отчасти независимым, позволяя другой полуосевой шестерне вращаться чуть быстрее. Но если одно из ведущих колес оказывается заблокированным, как здесь, сателлиты вращаются независимо относительно заблокированной полуосевой шестерни, заставляя вторую полуосевую шестерню вращаться с удвоенной скоростью. Таков принцип действия дифференциала. Скорость ведомой шестерни равна полусумме скоростей вращения правой и левой полуосевых шестерен. Автомобиль может плавно пройти поворот, благодаря наличию функции дифференцирования. Но с другой стороны, если автомобиль движется по грязной дороге, эта же функция может привести к тому, что ведущие колеса застрянут в грязи, поскольку в грязи сила трения каждого колеса крайне мала, ведущие усилия колеса пропадают, даже если оно вращается с высокой скоростью. Когда оба колеса оказываются в таких условиях, из-за функции дифференциала крутящий момент не попадает на второе ведущее колесо, в результате исчезает приводное усилие. Это значит, что автомобиль не способен вылезти из грязи. Эту проблему можно решить при использовании самоблокирующегося дифференциала, обозначаемого английской аббревиатурой LSD. Когда разница скоростей вращения левого и правого колес становится значительной в автомобиле, имеющем LSD, пружины и стопорные пластины дифференциала поглощают эту разницу, обеспечивая передачу крутящего момента на оба колеса в равной мере. В результате автомобиль становится способен к движению даже по грязной или заснеженной дороге. Самоблокирующиеся дифференциалы бывают различных конструкций. Наиболее типичными являются LSD, использующие давление, и LSD, чувствительные к крутящему моменту. Обслуживаем. Осмотрите дифференциал, обращая внимание на утечки масла. Тщательно проверьте, не течет ли масло из переднего уплотнения вокруг дифференциала, из секций крепления кожуха дифференциала и в других местах. Выньте пробку масляного фильтра и проверьте, не снизился ли уровень масла ниже допустимого. Одновременно проверьте вязкость и качество масла. Сведения об осях и ведущих валах Ведущие усилия, передаваемые дифференциалом вправо и влево, нужно передать на ведущие колеса. Этой цели служат оси и приводные валы. Многие фургоны и грузовики имеют подвеску с жесткой осью, то есть в них используются оси. В автомобиле, в котором применяются оси, колеса перемещаются вверх-вниз вместе с осью, поскольку образуют единое целое с осями и дифференциалом. По этой причине не слишком велика комфортность вождения. Приводные валы решили эту проблему. Сейчас во многих автомобилях типа FF используются приводные валы. С приводными валами предполагается независимая подвеска, позволяющая согласовывать относительное положение колес и дифференциала в соответствии с вертикальными движениями колес. Автомобиль с приводными валами обладает высокой комфортабельностью вождения при меньшей склонности к раскачиванию или вибрации корпуса. Колеса надежно сцепляются с поверхностью дороги. Обычно длина приводного вала меньше, а угол сочленения в шарнире больше, чем у карданного вала. Поэтому, когда колеса поворачиваются или прыгают на неровностях, углы сочленений приводного вала изменяются в большей мере, чем у карданного вала, что может приводить к нежелательным вибрациям и шумам. Чтобы от них избавиться, шарниры приводного вала должны поддерживать постоянную скорость вращения и плавно передавать мощность в большем диапазоне углов сочленения, чем это может обеспечить шарнир Гука в карданном вале. Постоянная скорость вращения в шарнирах обеспечивается совместным использованием шарниров двух типов. Универсальный шарнир-трифод со стороны дифференциала, в котором может скользить приводной вал, подстраивая свою длину в соответствии с расстоянием между колесом и дифференциалом. Со стороны колеса стационарный универсальный шарнир Бирфельда, который обеспечивает плавную передачу мощности даже при большом угле сочленения. Обслуживание Обслуживание осей и приводных валов должно происходить следующим образом. Сначала визуально проверьте каждый пыльник на отсутствие трещин и повреждений. При наличии повреждений возможна утечка смазки, а инородные материалы, песок или грязь, могут попасть в шарнир и препятствовать его плавному вращению. Проверьте также отсутствие люфта каждой оси или вала. Силовая передача наряду с двигателем является жизненно важной системой автомобиля. В качестве первого шага к высококлассному обслуживанию силовой передачи проведите общее техническое обслуживание, внимательно разобравшись в механизме передачи мощности. Используйте при этом соответствующее пособие. Тойота. Техническое обучение. Представлено фирмой Тойота Морр.